О невыплаченной заработной плате, трудоустройстве молодых специалистов и других моментах, требующих пристального внимания, говорили сегодня на еженедельном совещании главы ЧУАШИ с правительством республики. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Долги по заработной плате – тема, без обсуждения которой не обходится практически ни одно совещание. Этот вопрос на постоянном контроле у органов власти и правоохранителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение есть почти на 30 миллионов рублей, точнее 29 миллионов 700 тысяч рублей. Это на 29,6%. Это касаясь и официальных статистических данных, и касаясь оперативных данных трудовой инспекции. Здесь нам надо еще работать. Минтруд ЧУАШИ ведет мониторинг предприятий и организаций, не рассчитывающихся со своими работниками вовремя. На 6 августа общая сумма невыплаченного вознаграждения за труд – около 72 миллионов рублей. Большая задолженность имеется на 7 предприятиях-банкротах – 33 миллиона рублей, это 47% от общего количества. На 7 экономически активных предприятиях – это Кредо, Автоплюс, Алза, завод автокомпонентов Элма, Экострой, Союз Экспресс и, как я уже сказал, учебный центр Рублик. На двух предприятиях введена процедура наблюдения – это Аллатрский завод холодильников и Чувашский бройлер. И на одном предприятии – процедура финансового оздоровления «Волга», «Верх», «Гипро», «Зем». Глава ЧУАШИ отметил, необходимо выстраивать более тесное и эффективное взаимодействие органов власти и прокуратуры, чтобы как можно скорее выплатить прежние долги и не допустить новых. На совещании обсудили и вопросы трудоустройства свежеиспеченных специалистов, выпускников высшей школы и учреждений профобразования. Подготовку кадров в республике ведут 14 вузов, 27 техникумов и колледжей. В этом году, по оперативным данным, их закончили почти 15,5 тысяч человек. По состоянию на 1 июля трудоустроились 41,2% по этому году. 19 планируют продолжать учебу. Дальнейшие 17,3% – это ребята, которые ушли в вооруженную силу служить. 3,2% – девочки, которые находятся в декретном отпуске. И на сегодняшний день 18,6% – люди, которые не определились с трудоустройством. К осени трудоустройных будет больше, обещают Минобразование. Ведь если брать прошлый выпуск, на учете в службе занятости числится всего 49 молодых специалистов. Кстати, специалисты службы совместно с Минобразованием и работодателями запустили новую программу для выпускников. 284 организации специально создали для выпускников 1739 рабочих мест по наиболее востребованным профессиям. Вот эта программа тоже нам сильно помогает. И сначала человек проходит стажировку 2-3 месяца, там минимальная оплата идет. После того, прохождения стажировки, если работодателю человек понравился, значит, его оформляют на постоянную работу. Средняя заработная плата на предлагаемых через службу занятости рабочих местах – порядка 18 тысяч рублей. В Чувашии вообще регистрируется достаточно активный рост заработной платы. Года назад вообще там спрос работодателей был через службу занятости на уровне 9 тысяч рублей. Это динамика. Очень хорошо сейчас она поднялась почти два раза. Работники бюджетной сферы в росте сейчас практически. Если взять динамику сейчас по отдельным муниципальным образованиям, там рост заработной платы на 15-16%. Я в среднем беру отдельные, там, значит, не чуть ли 20%. Меньше 10% динамики ни в одном муниципальном образовании сейчас нет. Михаил Игнатьев заметил, самое главное, чтобы выпускники нашли себе работу по специальности и не пополнили ряды получателей из серой зарплаты. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.